Услышал сегодня релацию Пальчевского, политика, что чтобы работал еврейский капитал вообще, а в Украине в частности, он, этот еврейский капитал вместе с евреями, должен чувствовать себя как или на своей земле. То есть, это должна быть якобы, как бы Украина, частью земли еврейской. Ну, это логично, так? То есть, нужно купить участок, тогда он будет твой, и тогда ты на нем будешь делать, что хочешь. И приумножать этот участок, чтобы он был твой. То есть, Украина, это уже через экономические росты, это как земля обетованная для евреев, получается. А теперь, чтобы о чем-то судить, нужно знать хотя бы, ну, самые педставовые, самые обыденные вещи, но очень такие логические в теологии, в науке о Боге. То есть, чтобы точнее об этом знать и рассуждать, нужно знать, чем рассуждать, какими параллелями, какими инструментами. Пальчевский этих инструментов не знает, потому что так. Итак, то есть, что Иисус Христос сказал евреям, а точнее, раввинам, которые верховодили этими евреями, которые потом вместе с этими раввинами оказались где? Поза землей обетованной. Почему? Потому что они кричали, да, да, забытый его, в быты Иисуса, Христа, Бога. Ладно, они не верили, что он Бог, но он был-то невинным человеком. Даже если они не верили, что он Бог, зачем они убили невинного человека? Почему? И они не были империей тогда при римлянах, но они его поскарживали с римлянам, и они его убили. И еще так поиздевались, что сказали, давайте, протыкайте его скорее, умершляйте, потому что у них в субботу шаббат будет, шабаш. То есть, получается, что Иисус сказал им, камня на камне не останется от вашего храма святым. Так оно и оказалось. Через несколько, там, десятков лет пришли, там, римляне, короче, спалили этот храм, золото утекло между камнями, и потом другие, которые приходили, греблись в этих камнях и разобрали весь этот храм, ища золото. И разобрали, то есть, камня на камне не оставили в этом храме. Но это уже явно давно известная история, которую невозможно игнорировать. И если евреи скажут, да это вообще ерунда, история с Христом, так, ну, тогда и их история ерунда. Но христиане не могут сказать, что это история ерунда, потому что это наша вся история человечества. Они это воспользовали как свое, ну, через гордыню, через сатану и тому подобное. То есть, получается, что если сам Бог их отправил скитаться в жестоких учениях, муках, репрессиях, поневеряниях, за что? За то, что они распяли Бога, предали его подло смерти, невинного человека, даже если они не верили, что он Бог. То есть, он, Бог их отправил на скитание. Перед этим, об этих скитаниях, жестоких муках и выпробованиях, говорил пророк Исаия, что так будет и так должно быть, потому что по-иному быть не может, как через, что? Через покаяние. А что такое через покаяние? Это что значит? Ушли они с Рим, там, где-то там в прилистской империи были, ушли они с земли, обетованные потом, что пришли на терены польские и Украины, современные. Сейчас Украина современная. Что говорят евреи? Что это их земли бывшие, якобы их Хазария, там они были, их каганаты. До еще иснувания Украины, нынки, матеньки, и до иснувания той самой польской матеньки для поляков. Почему Бог так сделал? Что они ж были до Украины, якобы, и до Польши. Так были там евреи в этих землях. И почему-то не стало это панство еврейского, не постало страны, монархии или как-то там до этого было. Феодальные там отношения и тому подобное. То есть не то, что там империи. Вообще не было. Все. Они как были, как и не было. Просто исторически они там жили на этих землях, ходили, проходили, уходили и не повстали. Потому что что? Потому что Бог им, великий всемогущий Бог наш, который сотворил всех нас и расставил делать плюс по воле своей и по его желанию делать, как он считает нужным. Потому что он сотворил нас и он знает лучше, как ему нужно, чтобы мы делали. То есть он им, евреям, Бог, не дозволил остаться и сотворить свое панство на этих землях. А что говорит Пальчевский? Ну и не только он. И Зеленский уже начал чмориться, признавать, что в нем там какая-то кровь. Так, короче, сенс в том, что если они сейчас здесь будут обосновываться не на своих землях, а своя земля это та, которую им Бог дал в самом начале при Моисее. Если они тут начнут оседляться и обосновываться и кричать о себе, как панство еврейское, то и нас вместе с ними Бог также отправит на муки вселенские, поневеряться. Да пока мы не сразумием, что нужно творить свое панство, свое националистическое в Польше, свое, тут у нас свое в Швеции, свое христианское националистическое государство. А не отдавать те земли, которые нам зафундовал, дал Бог для государства, чтобы они были. Отдавать кому-то, потому что кто-то убил Бога, и Бог их, ту нацию еврейскую наказал, они пошли гулять, да, а им Бог все равно не дает оседляться, отправлять дальше, дальше гулять. Только после холокоста еврейского или фашистского они обрели наконец-то Израиль. И что опять это о чем говорит, что как они обрели, так они там и должны жить, но они не хотят там жить, потому что там опасно, там и того, и того, и сего. Поэтому они хотят перекочевать сюда, в Украину, за что нас, всю Украину и ту же самую Польшу Бог потом жестоко накажет. Дуда, Анжей Дуда, зараз переконався в цьому, что он настолько усі два роки правления був, бігав за цими, за раввинами, бігав, бігав за ними, подтирав їм все, что можем, подтирав, что его те же самые раввины на этом путиновском собрании по холокосту или по речнице чего-то там, которое вот на днях было, не допустили до голосу, так что Анжейка Дуда уже нарешті переконався, с ким він має до справи, с тими, хто продав Бога і продає досі. Я врахую так, що нормальна людина той єврей, котрий є хто, котрий шанує Бога Христа, котрого вони забили, вбили, і за що несуть покарання цілий час. І ті євреї, котрі це зрозуміли, ці, ті євреї і є нормальними людьми. А ті, котрі не розуміють, котрі підбурюють через сорасовське бабло, через путиновське бабло, будь яке що бабло від сатани, ті ненормальні люди, я так вважаю. І це нормально, це логічно. Це не тільки я так вважаю, а це іще і Біблія так каже. Українці, сведи, поляці. Дякую за перегляд!